Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борш. Чем заняться на заслуженном отдыхе? Этот вопрос встает перед многими молодыми пенсионерами. Стоит ли проводить это время в очередях и у телевизора? Или пенсия – это период, когда можно раскрыть те способности и наклонности, на которые не хватало времени в годы упорного труда? Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, есть ли жизнь на пенсии. Пока я представлю наших гостей. Ирина Валерьевна Парфенова, заведующая консультативным отделением территориального центра социального обслуживания населения номер один. Здравствуйте, Центр соцзащиты города Скоткара. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Владимир Павлович Нужный, преподаватель факультета медицины и здоровья Народного университета. Здравствуйте. Добрый день. И слушатель Народного университета Раиса Яковлевна Сахарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада всех очень вас видеть здесь. Дорогие телезрители, телефон прямого эфира 5167-667. Присоединяйтесь к нашей беседе, звоните, задавайте вопросы. Ну и рассказать о том, чем вы занимаетесь или планируете заниматься на пенсии, вы можете через нашу народную студию. Там ваше сообщение принимает моя коллега Евгения Лебедева. Женя, добрый день. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые гости. Я приветствую всех телезрителей, кто сейчас смотрит нашу программу. Народная студия начинает свою работу. Пишите нам, поделитесь, как вы проводите свое время на пенсии. Номер ОСК увидите на ваших экранах. Спасибо, Женя. Я надеюсь, посыпятся буквально вопросы. Может быть, ваши внуки передадут ваши вопросы, ваши пожелания, ваши увлечения, которыми вы занимаетесь. Может быть, молодые люди, которые еще совсем далеко до пенсии, расскажут нам, чем они планируют заняться как раз-таки в это время. Ирина Валерьевна, ну давайте про народный университет пошире расскажем. Какие факультеты там присутствуют? Университет все-таки наверняка есть факультет. Конечно, конечно. Наш университет существует уже 7 лет. В этом году он уже открыл 8-й учебный сезон. И факультеты были самые разнообразные за всю историю университета. Это и факультет правовых знаний, агротехнический факультет, факультет истории и культуры Республики Коми, факультет социальных знаний, факультет медицины и здоровья. Вот такие самые разнообразные программы, которые рассчитаны на интересы наших пожилых людей, были представлены в нашем факультете. А вот как пришла идея сделать такой факультет? Ну для многих, конечно, пожилых людей выход на пенсию – это своеобразный стресс. Ну даже очень даже стресс. Да, да. И найти какие-то новые интересы в жизни. То есть многих волнуют, допустим, проблемы здоровья, получить какие-то новые знания в этой области. Многие увлечены дачным хозяйством, основное хобби у некоторых. Поэтому все, как раз вот эти проблемы, вопросы получить, ответы на эти вопросы можно получить на лекциях в нашем народном университете. А можно я дополню, да? Конечно. Мне кажется, вот история создания университета, она начиналась где-то в середине 90-х годов, потому что он же не сразу сформировался. Это были маленькие любительские аудитории, встречи, на которых разбирались, с одной стороны, история, с другой стороны, психология, с третьей стороны, они были. И вдруг, по-моему, это у академиков наших, да? Да. У Сметанина, где-то… Да, Институт языка литературы, Комида, научного центра. Такая идея, раз есть разрозненные сроки… Всех объединить под одним брендом, скажем, да? Это же университет, да. И вот так был создан бренд Народного университета. У нас есть уже телефонный звонок, давайте и примем, продолжим беседу. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я уже говорил вам. Что мне делать? Никуда на работу не берут, вот пенсионеров, я не знаю. Что мне делать-то? Я скучаю один дома, я хочу стране пользующего приносить. Ну, что делать-то? А вы, кем вы работали? Я работал всю жизнь сварщиком, да? А вот сейчас зрение потерял, так не могу работать. Что теперь делать? Спасибо большое вам за вопрос. Ну вот, к сожалению, по состоянию здоровья потеряно возможность работать. Мне кажется, молодой человек, да, будем называть его молодым человеком, пенсионер, голос молодой, он в одиночку решает проблему. Ведь университет дает не просто знание, он дает возможность коммуникативных связей. И вот это вот общение, это появление новых друзей, кругов общения, оно позволяет ему, по крайней мере, один из шансов, может быть, выпасть. Что он, да, он найдет работу. Может идти на работу, может найти друзей или новые увлечения. А еще я хочу сказать, что в этом году мы совместно с Министерством образования проводим компьютерные курсы. Вот как раз изучить компьютерную грамотность, освоить интернет, это тоже, мне кажется, даст возможность найти себя. Поэтому приходите к нам, обращайтесь, чтобы помочь. Телефон мы обязательно ближе к концу эфира скажем, чтобы, или в крайнем случае, если вы не успеете записать телефон, вы можете посмотреть, либо если у вас есть компьютер, вы в курсе, знаете, владеете компьютерной грамотой, можете посмотреть на нашем сайте все повторы, все наши программы, не только в случае с практики, на нашем сайте 3wkrtk.ru. Ну, либо позвоните по телефону на редакции 725-400, я вам уточню тот телефон, который скажут наши гости чуть позже, по которому можно будет обратиться и записаться, возможно, на какие-то курсы. Народная студия очень просит предоставить слово и туда. У нас есть все-таки компьютерно грамотные, наверное, пенсионеры. Слушаем. Да, пишет нам Лидия Александровна. Раньше я увлекалась лазоплетением, занималась в хоре, а после вашей передачи стала танцевать в коллективе «Грэнис». В конце февраля мы едем с ними на выступление в Москву. Такая активная пенсионерка. На самом деле у нас до Нового года были такие гости, танцевали коллектив «Грэнис». И как раз таки, видимо... Диана Григорьевна, да, такая дама, красивая, творческая, талантливая. Вот всем нашим пенсионерам мы желаем такой же активной пенсии, такой деятельности, потому что на самом деле много свободного времени, его можно посвящать не только своим любимым внукам, может быть, прав знаком у кого-то, но и самим собой заниматься. Раиса Ивановна, расскажите, как вы туда попали? Я хочу сказать вот что. Я пять лет назад вернулась из Печоры в Сыктывкар. Вышла на пенсию, делать было нечего, и я нечаянно проходила возле клуба «Шонес». Зашла в эту группу, и женщины сказали, приходите, и с нами будете петь, а потом заниматься рукоделием. Так вот пять лет назад я попала в этот клуб. Сейчас я руководитель этого клуба. Потом появились эти народные университеты. Я хожу в Народный университет социальных знаний. Это даёт очень много знаний. Замечательный лектор у нас из Юрова Татьяна Васильевна, который даёт очень много интересного, полезного, увлекательного. Поэтому я ещё посещаю компьютерные курсы, слушаю лекции психотерапевта Башканова. Он тоже один из наших гостей. Один из наших гостей. К сожалению, на медицинский факультет у меня не хватает времени, потому что я ещё хожу в клуб лечебной физкультуры. Просто у меня не хватает времени. А так я практически... Времени? Не то, что... Да, времени не хватает. Не знаете, куда это деть. Сначала я не знала, куда себе деть. День расписан по минутному. День расписан у меня практически по... Но желание посещаться равно есть. Да, у нас тут клуб встреча. Чем мы занимаемся? По пятницам мы там, женщины, поём. Вот мужчина, который звонил... Тоже может к вам присоединиться. ...может нам прийти и петь даже. В воскресенье мы занимаемся вязанием, крючком, спицами. Ну, кто чем? Кто вышивкой занимается. Поэтому желающие, если не некуда прийти и не знает, чем связать, приходите к нам. Мы расположены в клуб по интересам. Это клуб «Центр...» Метро. Да? Нет, да. В Кирском парке. В Кирском парке. Пожалуйста, приходите. Мы всех привлекаем, приглашаем. Ради Бога. Такой вот клуб общения, да? Да, клуб общения. Клуб общения, здоровья. Проводим мы праздники, дни рождения, какие-то мероприятия ещё. Ну, с концертом мы, правда, не выступали. Но сейчас готовим альбом своего клуба. Потом концерт приготовим. Выступим с концертов. Так что это, я считаю, что, чтобы больше было времени свободного, не свободного, наоборот, надо приходить к нам, приходите к нам, мы всех привлекаем. Ну, факультет тоже ведь. Да, факультет, да. А факультет очень интересный. Векции тоже. Значит, наши женщины ходят не только на этот факультет, допустим, и аграрных знаний, и медицину посещают они, да, и правовые знания, которые когда были, посещали, и историю культуры Коми края изучали. Ну, поскольку я историк, мне это было, я ещё преподавала историю, поэтому я это всё знаю, и, ну, туда не ходила. Так что, приглашаю, приходите. У нас есть телефон, ещё один звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, это вы со мной, да? Да. Степан Семняшкин. Это нас потом и на пенсию выбросили, потому что, чтобы не платить. А вот, чтобы ходить везде, например, я ходил на бальные танцы, тоже грени схожу. Вчера академический хор и оркестр на других инструментах. Вчера только было четыре репетиции. Замечательно. Так что везде можно найти только для себя, не для денег. Спасибо вам большое за звонок. На самом деле, при желании чем-то себя занять, наверное, можно. Единственное, что вот сам тот процесс, то время, точнее, когда только-только человек выходит на пенсию, вот надо поймать в этот момент, да, и вот увлечься чем-нибудь, а не засидеться дома. Ну, вот опыт-то показывает, как раз вот в эти клубы-то и в университеты ходят люди, которые были жизненно активны до выхода на пенсию. Вот вот что. И 80%-то это женщины, мужчин-то очень мало. И поэтому я вот приглашаю именно мужское население посещать университеты. Разбавить женскую кампанию, да? Не просто... Принести, что это мужское. А во-вторых, это совершенно другие впечатления, другая информация. Это организм просто молодеет от этого. Даже люди, которые посещают наши лекции, да, они также эту информацию своим близким, родным передают и тоже становятся нужными, необходимыми своими родственниками. Также чувствуют свою значимость и востребованность. Тоже очень важно. Дмитрий Павлович, ну вот вы с самого начала преподаете в университете? С первого года. Вам предложили или вы сами вышли с такой инициативой? Вот я хочу, мне есть что передать. Знания-то я свои передаю по долгу своей профессии, да, постоянно. И где-то в начале... Но дело передавать молодым студентам, да? В начале 90-х годов был организован клуб по интересам для пациентов, которые перенесли инфаркт миокарма. И вот мы с ними занимались. Там был у нас коллектив небольшой, когорта такая, 10 человек. Мы, как, значит, звездочки Ильича, собирались где угодно. Все обсуждали. Не просто о лекарствах, а и о жизни, о политике, обо всем. Ну, а потом годы уходят, все меняется. Часть ушла, часть новых пришло. Потом появились новые. Потом пригласили меня пенсионерам почитать лекции. Мы тогда занимались на Бабушкино, были лекции. Потом мы занимались... Вот где сейчас комитет у нас Едино-России находится, мы там занимались. Потом мы занимались на Бабушкино. То есть где только не занимались. Пока не было университета. И поэтому эта история долгая, это 20-летняя история. Пока наконец-то, вот я еще раз повторяю, что благодаря академическим структурам мне был создан университет, и университет получил наконец-то свое здание, где мы могли заниматься не только медициной, но и буквально другими интересными делами. Здание было оборудовано, учебный клал. Да, программа была реализована, проект. Новый вопрос поступил в народную студию. Потом продолжим разговор. Женя, слушаем. Очень грустное сообщение от нашей телезрительницы. Сейчас я его зачитаю. Мне 56 лет. Вышла на пенсию. Я женщина одинока. Нет ни мужа, ни детей. Личная жизнь не складывается. Не знаю, куда податься. Я никому не нужна. Жить от таких мыслей не хочется. Вот, конечно, мы можем посоветовать. Можем призвать к себе. Конечно. Пусть приходят к нам в наш клуб. Знаете, как у нас женщины доброжелательные, отзывчивые. Всегда интересно. Пообщаемся. Вы знаете, даже общение. Вот это общение дает столько энергии. Приходишь, как будто помолодел. А если песни попоем, то, вы знаете, сейчас современные песни, любые какие-то, мы, конечно, поем это самое для души. Это так интересно, увлекательно. Я, например, петь вообще не умела. А сейчас пою с удовольствием. И голос вызывается. Да, это и полезно, и для здоровья полезно. Поэтому приходите к нам и не расстраивайтесь. Мы вас ждем. В воскресенье в 2 часа, а в пятницу половина третьего. Ну, опять-таки, я напомню, что в случае, если вы не запомнили какую-то информацию, можно обратиться к телефону редакции 725-400. У нас таких клубов, наверное, не один наш клуб встреч. У нас таких клубов много. И в нашем центре очень много делается. Поэтому тоже, конечно, не стоит. Есть еще поющие сердца бабушка есть в любое время. Можно приходить. И на Тенюковской интересные курсы и вязание, и шитья. В лесозаводе есть такие курсы. В Красном Затоне, Максаковке, где угодно. Таких курсов очень много. Главное найти желание. Главное найти желание и прийти. Запомнить наш телефон. Запомнить телефон, прийти и связаться с нами. Все хорошо. Телефон 24 57 27. Пожалуйста, всю информацию о всех досугах. А я могу дать свой домашний телефон. Вы можете поучить по нему. Обращайтесь. И, конечно, не сидите дома, не переживайте, не страдайте. Давайте как к вам попасть. А ко мне можно домашний телефон 22 36 03. Пусть позвонят, Раисию Яковлова спросят, и я отвечу. Зовемся и пригласим в наш клуб. Познакомимся и будем встречаться. Будем встречаться. Владимир Павлович, сложно выстраивать лекции? Или вот это все годами наработано, и вы абсолютно не интерпретируете именно для пожилых людей? Или приходится каждое занятие готовиться? Нет, каждая аудитория требует своего подхода. Как вы разрабатываете? Почему берете именно такие-то темы, лекции? Как это разрабатывается? Или вас просят? Во-первых, да нет. Во-первых, наверное, тут основной момент. Людям необходимо понять. Понять свой организм. То есть вы рассказываете? Конечно. Они все помнят анатомию, скажем, в школы, да? Нет, мы это не рассматриваем. Мы рассматриваем вопросы взаимодействия нашего организма внешней средой. И как внешняя среда может разрушать наш организм. И вот мы выбираем тогда определенные системы, эти взаимодействия, как можно регулировать эти системы, когда появляется болезнь, как можно ее предупредить, нужны ли в конце концов лекарства, какие надо проводить исследования, чтобы ничего не наступило, да? И в таком плане мы разбираем все. И люди-то получают знания, по сути дела, я бы сказал, академические знания. И очень обширные, да? Если вы затрагиваете, насколько мы говорили до эфира, и всякие активные точки вы рассказываете о них, да? Система сердечно-сосудистая, дыхательная, все это. Чуть-чуть поделитесь, давайте заинтересуем наших телезрителей. На наших занятиях мы рассматриваем процессы управления здоровьем, управления. Но для этого вы сравниваете? То есть это как? Это и психика же тоже получается. Конечно, мы выстраиваем систему, ведь организм он интегрировал. Это, по сути дела, система, самоорганизующаяся. Когда человек выходит на пенсию, он теряет связь с социумом, он перестает себя идентифицировать. И система, как организм, начинает разрушаться. И чтобы сохранить вот эту систему, ему необходимо совершенно новую информацию, которая бы его поддерживала. И даже женский организм таким образом устроен, что когда женщина проходит фертильный период, потом кажется, что всё. Да нет, не всё. Прекращение фертильности запускает совершенно другие механизмы на уровне генома, и организм опять омолаживается. Не зря говорят, что 45, женщина опять ягодка. Потому что происходит обновление генома, но на другом уровне, который заложен именно на уровне клеток. И получение информации позволяет это постоянно подпитывать. И вот женщины почему... То есть слушательницы, которые приходят, молодеют на глазах буквально? Они все молодеют. Мы провели эксперимент, ну не эксперимент, но анализ провели. Наши слушательницы, которые ходят постоянно, они и не болеют в течение года. Потому что положительные эмоции, они просто не дают болезнь. Тем более колоссальный заряд бодрости дает нашим слушателям. Там даже гимны пели. Гимны поют, да. У вас свои гимны или это гимна Российской Федерации? Есть гимна университета. Да, университет есть Российской Федерации. То есть мы не рассматриваем такую вот, будем говорить, бюрократическую медицину. Она никому не интересна. Медицина – это живой продукт, который позволяет эти знания притворить в жизнь. А никто из ваших слушателей не жалел потом, что в свое время не стал врачом? Я думаю, да нет. А как можно сожалеть о той жизни, которая прожита? Поэтому нет, конечно. Телефонный звонок у нас есть. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Хочу. Вот сейчас вопрос задавали. Некуда время одевать на пенсии. Я тоже молодая пенсионерка. И вам некуда время одевать? Какое? Наоборот, хочу сказать. После работы, вот как я на пенсию вышла, у меня не хватает времени. Вы представляете? У меня дети тоже живут далеко от меня. Я считайте тоже одиноко. Я мужа нет, умер давно. Я тку половики. Въезжу половики. Из тряпок, из шестерна, ну всяких. Из пакетов. Зимой въезжу, приеду. Не обязательно продавать. Можно раздаривать своим знакомым. Салфетки знакомым. Сейчас сколько всего ниток продают всякие. Так что, что-то я сомневаюсь, что делать нечего. На лыжах катаюсь. Даже времени не хватает. Сейчас посмотрите, какая погода хорошая. Только катайтесь. А вы всю жизнь вязанием занимаетесь? Конечно. То есть вы, в принципе, свои увлечения продолжили, учитывая, что у вас... Конечно. Я тку на станке, половики длинные. У меня заказы, я не успеваю обеспечивать никого. Только своим. Сколько просят продавать. Но у меня не хватает времени, представляете? Так что, не знаю. Можно все равно найти себе применение где-нибудь. Правда? Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Вот как важны такие позитивы. Это как пример. Дальше добавить то, что, допустим, я пришла в этот клуб, я не умела вязать крючком. Меня научили. И сейчас я прекрасно вижу эти вещи и раздариваю очень много. Платков раздарила. Всяких кружочков какие-то, салфеточки вяжем очень много. Даже я могу один показать, который я принесла с собой даже. Сейчас мы скажем. Вот такие красивые вещи. Вот эти вещи как раз мы учили здесь, вот эти бабули нас научили. Я такие вещи вообще не могу вязать. Да, вот сюда поделку поставить надо. Вот как раз рядом, рядышком поделись. Давайте еще один звонок примем. Есть еще один звонок у нас. Здравствуйте, мы уферим. Я уферим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я звоню из Печоры. Нахожусь на пенсии. Инвалид второй группы, без ноги. Не могу найти надобную работу, так что жизни для меня нет. Вот как вы можете прокомментировать. Из Печоры звоню. Мы поняли, спасибо вам большое за звонок. Такой своеобразный крик о помощи. Наверняка вот центр соцзащиты есть у города Печоры. В прошлом году была принята программа республиканская, старшее поколение 2011-2013. И как раз вот в рамках этой программы, я думаю, что в городе Печоре тоже осуществляются какие-то мероприятия. И по дополнительному образованию пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, что дает те же компьютерные курсы. Я думаю, тоже все это в Печоре делается. Вам просто нужно обратиться в территориальные центры социального обслуживания, социальной защиты вашего города. И там, я думаю, предоставят полную информацию. И вам помогут найти себя. Если говорить о Народном университете, который представлен в Сыктывкаре, вот вы перечисляли, ну, больше, чем три факультета. С чем связано? Не востребованные, может, какие-то специальности в самом начале взяли? Или с чем это связано? Почему стало меньше? Ну, к сожалению, наши преподаватели, они все, у них есть основная деятельность, помимо Народного университета. Они все, в основном, осуществляют преподавательскую деятельность вузах нашего города. И бывает очень трудно совместить. А я хочу сразу сказать, что наши преподаватели работают на бесплатной основе, в качестве волонтеров. Вот, и поэтому, конечно, нагрузка очень большая. Как с пенсионеров деньги не берутся за эти университеты, так и преподаватели. Они только моральное удовлетворение получают от теплого общения со слушателями. Конечно, мы нашим преподавателям очень благодарны, потому что они очень много сделали для нашего университета. Это и Малкова Татьяна Александровна, доцентра, кафедра истории и культуры Республики Коми. Она старший научный сотрудник Института языка и литературы. И Батманова Людмила Владиславовна, судья Верховного суда в отставке, доцент кафедры права при Академии госслужбы. И Фадеева Ирина Евгеньевна, доцент кафедры культурологии Коми, Государственного педагогического института. Она также у нас курировала факультет культурологии. Вот мы всем очень благодарны. Всем огромное спасибо. И как и действующим педагогам. Хотя они открыли эти факультеты, двери свои, но может быть, все-таки они говорят, что мы не прощаемся при удобной возможности. Мы не забыли о вас, мы вспомним, мы обязательно придем. Они встречаются со слушателем в городе, постоянно общаются, поэтому расставаться тоже так же не хотят. Как только найдут в своем напряженном графике окно, сразу же они придут к нам. Народной студии предоставим вновь слово. Женя. Николай Петрович, ему 70 лет. Поделился с нами, как он проводит свое свободное время на пенсии. Когда я вышел на пенсию, стало больше свободного времени. Регулярно стал бегать на лыжах, чувствую себя хорошо. Внук научил меня пользоваться компьютером. Советую всем, не засиживайтесь дома. Вот на такой оптимистичной ноте народная студия заканчивает свою работу. Спасибо большое, Женя. Сколько человек ходит, если 7 лет уже существует народный университет? Это же, наверное, сотни людей просветились. Больше 300 слушателей прошли через наши факультеты за этот период. И практически больше тысячи лекций. И не только лекции, форма обучения самая разнообразная. На этой экскурсии, предоставление какого-то видео, материала. Потом, допустим, на агротехническом факультете преподаватели все равно заинтересованы в результатах своей работы. Поэтому проводится небольшое тестирование для наших слушателей. На факультете социальных знаний Татьяна Васильевна из Юрова в прошлом году. То есть вначале дала задание, и вы собирали интересные материалы о старости. Вот именно положительные высказывания, пословицы, поговорки. И в конце обучения за чашечкой чая они издали свою брошюру. Тоже такие положительные эмоции о третьем возрасте. Это тоже очень важно. Так что факультет очень интересный проект информационно-образовательный. Он очень нужен, востребован. Я думаю, что он будет только развиваться и развиваться. Так что мы приглашаем, если есть волонтеры. Как о вас узнают, я бы хотела знать, пенсионеры? Вы прошли случайно? То есть это проведение какое-то вас привело? Да, потому что нечем вам заняться. Я хочу сказать, что учредителем является также городской совет ветеранов труда, правоохранительных органов, которые тоже очень много пенсионеров могут повестить. Наш центр тоже достаточно известен в городе. Вся информация о народном институте тоже в центре имеется. Мы выпускаем постоянно какие-то материалы, выпускаем буклеты информационные. Вот принимаем участие в таких телевизионных передачах, поэтому я думаю, что все равно она знает. Мы будем надеяться, что сегодня еще... Каждый учебный сезон, в принципе, мы всегда публикуем объявления в газетах, что вот в этом году, в октябре такого-то числа открывается новый учебный сезон в Народном университете, и поэтому желающие обращаются к нам. Будем надеяться, что после эфира сегодня еще желающие... Пополнится ряды наших слушателей, может быть, даже преподаватели. Будем рады. У преподавателей, то есть вы двери тоже открыты, то есть не ограничиваете. Да, да. Владимир Иванович, ну как вы в своем очень плотном графике, учитывая, что вы и преподаете, как вы находите время для пенсионеров? Учитывая, что это все-таки на бесплатной основе волонтерской. Вопрос провокационный, да? Да, конечно. Время безразмерно. Я думаю, вот тут как раз люди, когда задают вопрос, а что нам делать? Если бы было что делать, вопросы бы не задавались. Поэтому можно это время, которое не потрачено на пенсионеров, значит, оно бесцельно бы ушло на другую какую-нибудь задачу. Так ведь? А можно решить эту проблему через пенсионеров. Можно время потратить, не потратить, а представить свое время, свои знания пенсионерам, а можно просидеть у телевизора. Тут выбирает каждый. И поэтому, чем меньше времени у человека дано, тем больше он делает. Ну, будем надеяться, что, тем не менее, телезрителей наши не будут. Вот прямо сейчас очень активно убегать от телезрителей. Но ту работу, которую мы для вас делаем, вы обязательно увидите. Ну и кроме телевизора, конечно, находите время и на активный образ жизни, и посещайте в том числе и лекции. Раиса Яковлевна, вы историк. Почему вы исторический факультет не открываете? Нет, я в школе наработалась, я больше сама не хочу преподавать, а слушать я с удовольствием не слушаю. Слушай, мне интересно, знаете, получить другие знания, которых я не говорю. Вот социальные знания по социальным вопросам. Это третий возраст. Я даже не знала, что я отношусь к третьему возрасту. Это, оказывается, возраст, когда наступает 65 лет, уже относимся к нему и так далее. Вы изучаете, в том числе, какие льготы, наверное, предоставляют. Не только начинается лекция с понятия старости. Да, с понятия старости начинается. Как социальные проблемы. Для меня это очень интересное. А потом я сейчас найду, если время, в общем, сейчас немножко выздоровлю, я приболела, и хочу все-таки ходить в медицинский факультет. Найду время. Самый востребованный факультет. Потому что немножко приболели. Нет, я... Лучше не ходить, лучше быть здоровым. Нет, я вам хочу сказать, что... По отзывам других, да. Насслышаны. Насслышаны эти. А вас уже ходят легенды. А к вам ходить? Нет, у нас очень многие женщины ходят в этот факультет. И он нравится им. Еще не хватает места даже все время. Вот с этим, кто в коридоре сидели, когда жили на Первоматской, ходили на Первоматской. Учебный кабинет был. А с ним ходили на Ленина 50. Там, конечно, помещение маленькое, душно, но все равно. Места не хватает. Все бывает занято. Поэтому я найду место, найду время и буду ходить на Ленина. То есть сейчас порядка 80 человек ходят в целом на все три факультета. Если вот так разделить, в среднем, получается, где-то человек по 25 ходит на лекции или как? Или, может, есть те, кто уходит все на Ленина? Ну, самые востребованные, у нас все-таки лидирующее положение, это факультет медицины и здоровья. 79. Ага. То есть практически... Ну, нет, некоторые слушатели посещают все равно. Три факультета. Ну, зал-то всегда занят. Я не считаю по головам. Да, да. То есть вы никаких ограничений не делаете? То есть можно все три посещать? Да. А есть те, кто ходит... Станин составлено удобно. Раз в неделю проводятся лекции. У всех отдельное время, поэтому можно посещать. Можно найти, выкрыть. А есть те, кто ходят из года в год, из года в год? Есть. Вот вы насколько цикличным делаете свои выступления, скажем так? Повторяетесь ли вы? Нет. Они... Темы-то все одинаковые примерно идут. Ну, понятно, здоровье. Органы ограничены. Темы совершенно по-разному. И поэтому иногда бывает, достают тетрадку, вы не так говорили. Я говорю, ну, время-то течет. Невозможно в одну реку в два раза вступить. И они меня... Они сидят и проверяют. Не я их проверяю. А вас... Да, но хочется отметить, что преподавательский состав у нас очень сильный. Все преподаватели имеют научные степени. Вот Вадима Павловича можно поздравить. Он защитил докторскую диссертацию. Диссертацию сейчас доктор медицинских наук. Другие преподаватели тоже, старшие научные сотрудники, доценты других вот кафедр учебных заведений города. И все практически занимаются научно-исследовательской работой. Поэтому, конечно, уровень университета у нас подтверждается. К сожалению, время эфира подошло к концу за такой вот теплой, очень интересной беседой. Я надеюсь, что наши телезрители, которые сегодня услышали о Народном университете, который существует в городе Соктовкаре, захотят к вам прийти, найдут обязательное время и желание прийти. Ирина Валерьевна, давайте повторим еще раз телефон, по которому можно вас найти, чтобы вы проконсультировали, и встретиться со всеми этими приятными людьми, которые сегодня у нас были в студии. Всю информацию вы можете получить по телефону 24-57-27 или на Первомайской 78, где представлен информационный материал о наших направлениях деятельности. Приглашаем вас. Спасибо вам всем большое. Всего доброго. Успехов вам в преподавательской деятельности. Спасибо. Всего доброго. Увидимся, дорогие телезрители, в понедельник в 12.00, в традиционный День душеведов. Гостем эфира будет организационный психолог Анжелика Гармунова. Она подскажет, как грамотно выстраивать свой рабочий день, так, чтобы успевать сделать все намеченное. Телефон редакции 725-400. Задавайте вопросы, предлагайте темы для эфира.